Некоторые исследователи утверждают, что настоящий чайлдфри это только человек, которому уже лет 40, который к этому моменту так и понял уже окончательно, что да, все, не хочу, не буду, не стану, мне это не надо. Интересно, что на сайте childfree.ru, который существует в российском интернете, в LiveJournal, есть такое подразделение, как наши детные. Это люди, стоящие на позициях childfree, но дети у них при этом есть. Поэтому тут важнее именно идеология, то есть на каких позициях ты стоишь, а не что у тебя там на самом деле в жизни происходит. Некоторые бездетные люди либо они не признаются, что они просто не хотят иметь детей, но вообще, что такое бездетные? Бездетные это далеко не только childfree. Да, есть бесплодные, но, конечно, это спекуляция, что бесплодие очень сильно растет. Потому что, во-первых, сейчас и преодолевать тоже стало больше возможностей, поэтому процент тех, кто бездетен из-за бесплодия, он невелик, очень невелик. Ну, там, может быть, два процента, может быть, пять, но точно не больше. Есть childfree, то есть те, кто добровольно бездетный, и есть еще люди, которые просто случайно оказались бездетными, и вот их большинство на самом деле. В общем, люди, которые к этому просто не прилагали никаких усилий, и все было так, ну, а как оно получится? При хорошей контрацепции, достаточно такой надежной, такая позиция чаще приводит к тому, что детей нет, а при ненадежной контрацепции она приводила к тому, что дети чаще были. И в этом смысле как раз вот и происходит такое большое изменение. То есть большинство бездетных – это вовсе не childfree и не бесплодные, а это вот такие амбивалентные люди, у кого просто так сложилась жизнь, и они не очень сильно по этому поводу расстраиваются. Продолжая говорить об этом сайте childfree.ru, хочу еще сказать о противостоянии, действительно. На этом сайте существует правило, что у них делать нельзя и что у них делать можно, а также там существует подборка различных, сделанных самими литературы, о детных, об их мотивациях, то есть о том, почему, собственно, люди имеют детей, и о мотивациях бездетных, то есть почему люди не хотят иметь детей. Там запрещено что-то плохое говорить о тех, кто не хочет иметь детей, то есть о childfree. Сразу человек модерируется и выгоняется, и банится. При этом то, что у человека, в принципе, есть дети, не так важно, если он стоит на их же позициях и считает, что, в принципе, это плохо. Но к ним периодически, конечно, приходят люди с другими позициями и начинают пытаться их убедить. Естественно, им это не нравится, и в ответ, может быть, не в ответ, а может быть, изначально, они создали там у себя действительно целое представление о том, кто такие детные, и почему детные – это ужасно или плохо, с точки зрения. Они пытаются быть более-менее выдержанными, но у них это не всегда получается. Значит, с их точки зрения детные – это люди безответственные, потому что земля перенаселена, и надо вообще иметь детей поменьше. Они люди нерациональны, потому что они живут биологией. То есть они размножаются и не думают о том, что вообще, говоря, дальше будет. Детные, естественно, на childfree говорят, что, во-первых, они ненормальные, то есть у них психические отклонения, что любой человек без психического отклонения обязательно будет хотеть иметь ребенка, потому что это инстинкт, и он особенно сильный, конечно, у женщины, но у мужчин он тоже должен быть. Вот. А еще они говорят, что они, конечно, эгоисты, что они просто плохо воспитаны в детстве. Давайте их перевоспитаем, изменим, и они станут хорошими и замечательными. Мне интересно то, что есть противостояние внутри childfree. То есть вот это продолжает то же самое разделение, которое было у Weavers на Rejector и FFX Янадо. А сейчас это называется childfree и childhate, то есть свободные от детей и ненавидящие детей. И человек, приходя в это сообщество, допустим, сейчас уже и ВКонтакте есть сообщество, и там вот они уже себя называют ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте. Они называют себя именно... Они должны сами о себе сказать. То есть они должны составить свой профиль и там написать, я childfree или я childhate. И если я childhate, то мне всё можно, то есть мне можно рассказывать про это всякие ужасные вещи. Я читала некоторые истории, которые они там рассказывают. Там, ой, вот в вагоне метро ребёнок 5 лет ужасно шумел, вообще всех бесил. И когда двери открылись, я взял его и вытолкнул на платформу. И потом с удовольствием наблюдал, как волнуются родители. Или там, как ужасно ведут себя дети в очереди. Или там, что какая-то там пузатая подошла и попросила её пропустить без очереди. Я не пропустила, ха-ха-ха, так ей надо. В этом сообществе нашем, российском, в первом, который был в Live Journal, 70 примерно процентов женщин. Они однажды там сделали сами себе опрос. И только 30 процентов мужчин. Почему это происходит? Моё мнение, моя гипотеза, что дети всё-таки сейчас... У нас ответственность, прежде всего, женщин. Хотя это, возможно, меняется, но в большинстве семей это так. Это какая-то норма, которая... Наверное, над этим ещё работать и работать, если мы всё-таки хотим гендерного равенства. И именно поэтому женщины вообще больше об этом задумываются. Мужчина может прожить всю жизнь, вот как вот... И стать, кстати, среди окончательно бездетных. Мужчин в среднем больше в большинстве развитых стран. Потому что мужчина, он живёт по принципу... Ну, как оно всё сложится? Это не та сфера жизни, которая меня должна интересовать в принципе. Дети при женщинах, как некоторые из них говорят. И если как бы случается... Они опосредованы ведь от процесса производства детей. То есть, если он нашёл себе женщину, то тогда у него, может быть, будут дети. В большинстве своём всё-таки о детях думают женщины. Женщины часто в детстве уже задают себе вопрос. Будут у меня дети или не будут у меня дети? Или, по крайней мере, в ранней юности, там, при пубертате. Вот. И они знают, что когда дети будут или если дети будут, они будут заниматься детьми больше, чем кто-либо. Новые возможности для того, чтобы стать child-free, добровольно бездетными, они, конечно, появились примерно в 60-е годы. То есть, когда новая эффективная контрацепция начала внедряться в развитых странах. То есть, люди смогли не отказывать себе в удовольствие жизни, в сексе любом. И при этом не делать бесповоротных операций, например, стерилизация. То есть, чтобы действительно навсегда перевязать себе там трубы. И лишиться возможности иметь детей навсегда. Потому что хотя child-free или добровольно бездетные, это люди, которые говорят, я не хочу иметь детей никогда. Их надо отличать еще от тех, кто говорит, я пока не хочу иметь детей, а потом я подумаю. Child-free говорят, нет, никогда. Но все равно они не любят делать вот эти бесповоротные вещи, стерилизацию и все остальное. Потому что, ну, они все-таки хотят оставить себе возможность подумать. Наверное, поэтому, хотя есть и другие причины. Да, среди них больше молодых. И некоторые из них потом меняют свое мнение. Это показало одно австралийское исследование. Насколько я помню, там автор был Ку. Видимо, китаец с авторами. Оно было лонгитюдное. Они к одним и тем же людям пришли через 9 лет. И они сначала их спросили, хотите ли вы быть родителями когда-нибудь? И один из вариантов ответа был – никогда. Вот. Другой – хочу. И третий – я не знаю. И потом пришли к тем же самым людям через 9 лет. И оказалось, что среди тех, кто сказал, я никогда не хочу быть родителями, некоторые стали родителями. Но более того, из тех, кто еще не стал родителями, некоторые сказали, что «а теперь я хочу» или «теперь я не знаю». То есть вот эти решения на самом деле меняются. Некоторым людям кажется, но не всегда они меняются. Некоторые так и продолжали еще говорить «нет, никогда». И другой вопрос, это тоже интересное изменение, что те, кто говорили «а я хочу иметь детей», некоторые из них стали родителями, а некоторые стали child free за это время. У них нет детей, и они вот именно к этому моменту решили «нет, не хочу никогда». Я знаю только, наверное, один случай из пяти, с кем я об этом глубоко говорила и с кем я тоже долго, более чем 10 лет общалась, когда человек об этом ни разу не пожалел. Играет музыка